Иоанн Касьян В 15 абзаце И мы в прошлый раз читали этот отрывок В котором он попросту говоря Грубо говоря Делит все страсти на два рода Первые естественные Вторые с естеством не связанные Стало бы противоестественные Мы сказали, что К первому относятся у него чревоугодие и блуд К второй категории все остальные И мы говорили в прошлый раз Что человек, современный человек По крайней мере склонен считать Что и печаль, и уныние И сребролюбие, и гнев Они также имеют Естественное происхождение Потому что они связаны с нашей природой Так кажется человеку Но на самом деле Иоанн Касьян говорит глубоко верные вещи И вот рассмотрим это на примере Скажем, вот тех естественных страстей О которых он тут упоминает Ну вот возьмем первое Скажем, блудная страсть Блудная страсть, она укорена физиологией человека Человек сотворен с тем, чтобы иметь Естественное влечение К человеку противоположного пола Это естественное влечение Помогает им соединиться Результатом этого соития И появляются, рождаются дети Которые Собственно Рождение которых Является осуществлением заповеди Божьей Плодитесь и размножайте Чтобы это размножение было возможным Чтобы это физическое соединение Стало возможным Человека Вкоренна вот это вот Влечение Телесное, плотское Влечение К человеку противоположного пола Если бы этого влечения не было Никто бы никогда не смог бы Продолжать естественным образом свой род Поэтому человеческое естество Вот оно создано таким Чтобы вот это продолжение рода Было бы возможным И поскольку это некая константа Некая естественная Со времен твори во всех смыслах Первоестественная Сила вложенная в человека То справиться с этой силой Человек не может Это во всех У всех святых отцов Это везде Они пишут совершенно категорично В отличие скажем от современных Очень таких Фантазийных Рассуждений О плоти Святые отцы говорят Категорично Человек не в состоянии Побороть свое Естественное Плотское желание Это может сделать Только Благодать Божья Само естество Нас придает Естественными Истечениями Сновидениями Разными другими Движениями Нашей плоти Оно само Свидетельствует О своей О своем наличии Побуждая Совершенно Определенные Естественные Физиологические Влечения Которые Все равно Возникают Даже если человек Живет на необитаемом острове Где-то в пещере Он ничего с этим Сделать не может Потому что Это физиология По естеству Чтобы человека Эта проблема Не мучила Бог бывает И довольно часто В среде подвижнической Так как мы это видим В житиях святых Он усмиряет Плоти Она не предает Человек Не потому что Она у него Иная Потому что Эти физиологические Процессы Они Нивелируются Божественной Благодатью И Сам факт Скажем Искушение Искушение Подвижников Разными Там вот Блудными Видениями И явлениями Само это Искушение Оно предполагает Связь С физиологией Предполагает Но в реальности Эта связь Не просматривается То есть В том то и дело Что подвижник Который мучается Разными Блудными Видениями Сновидениями Человек Человек Не может Ничего Сделать Если человек Воздерживается Если тело У него Усмирено То это Всегда Действие Благодати В этом отношении Вот В отношении Блудной Страсти Вторая Страсть О которой он Говорит Чревоугодие Более Понятно Всем Потому что Человек Без пищи Жить Не может Хоть Что-то В этой жизни Он Должен Есть И отменить Процесс Употребления Пищи Процесс Еды Ни одному Человеку Никогда Не удавалось Человек Может Ограничить Потребление Пищи Но отменить Совсем Как уныние Печаль Там Или еще Что-либо Из такового Он не может Он все равно Но Хоть в 90 Хоть в 150 Лет Хоть В 20 Он должен Что-то Есть Это Необходим Условия Для существования Человеческого Организма И Поэтому Скажем Запустить Механизм Онорексии Легко То есть Претерпеть Некоторое Время Без еды Вообще Запретить Себе Желать Пищу По определению Достаточно Просто Но Организм Умирает То есть Человек Умирает И Вся жизнь Его на этом Заканчивается Он Просто Бог Не этого Хочет И подвиг Не в том Состоит Чтобы довести Себя До анорексии А в том Чтобы Регулярно Употреблять Ограниченное Количество Пищи Но Сам Эффект Удовольствие Удовольствия Опаститься Любой Знает Что Скажем Не есть Вообще Гораздо Проще Просто Вот Не смотреть Запретить Себе Смотреть Не есть Не употреблять Вообще Нет И все Отвяжитесь Я не буду Есть Вообще Вот Когда Нет В твой рот Ничего Не попадает Через Какое-то Время Уже Не хочется Чтобы Туда Что-то Попадало Но Стоит Туда Чему-то Попасть Если Организм Самоучтожение Организма Не запустился Стоит Чего-то Попасть Хочется Чтобы Вот Это Вкусовое Ощущение Оно Было Еще раз Хочется Его Продлить Хочется Еще Раз Испытать Наслаждение От Употребления Пищи На этом Основана Вот Это Невоздержанность Человека Но На самом Деле Человек Получается Может Неделю Потерпеть И перестать Есть Вообще И через Какое-то Время Организм Умрет И все И никаких Проблем А Реально Получается Что Каждый День Человек Должен Ставить Пределы Говорить Вот Это Я больше Не буду Я больше Не буду Я снова Ограничу Постоянные Волевые Усилия Не кратковременные А целожизненные А это Говорит О том Что Сам По себе Механизм На котором Рождается Страсть Чревоугодия Механизм Этот Естественный Человек Что В отношении С блудной Страстью Что В отношении Чревоугодия Он Опытом Постигает Что Эти Страсти Соприродны Человеку Он Он Таким Создан Чтобы Продолжать Свой Род И Чтобы Питаться Он Именно Вот Из Рук Божьих Он Вышел Таким С С тем Чтобы Плодиться Размножаться С тем Чтобы Питаться И Поддерживать Свою Телесность А вот Все Остальные Страсти Шесть Страстей О которых Дальше Будет Вести Речь Святый Иоанн Касьян Остальные Страсти Носят Только Видимость Этой Естественности Человек Не был Создан С этими Страстями Он Не был Создан С тем Что Необходимо Предполагает Сребролюбие Печаль Или Уныние В нем Не было Природной Почвы Для этих Страстей Он Вел их И они Разрушили Его Но Изначально Они ему Несоприродны В естественном Состоянии Человека Нет никаких Оснований Для Сребролюбия А Основания Для того Чтобы Есть И Размножаться У человека Были В любом Случае Вот об этом Говорит Святой Иоанн Касьян И по этой Причине Все остальные Шесть Страстей Они Противоестественны По определению Ну Ну Можно Сказать Скажем Вот Таким Образом Например Можно Сказать Так Что Если Говорить Не о Высоких Материях А просто О Житейским Чревоугодие Плохо Да Плохо Объедаться Плохо Услаждаться Вкусом Но Они Объяснительны Страсть Блудная Страсть Чревоугодие Они Объяснительны И эти Извинения Объяснения Можно Принять И Понять Страсть Все равно Остается Плохой Но Понять Это Можно А Гнев Или Уныние Они Непростительны Никогда Объяснить Их Нельзя А это Уже Совершенно Другой Взгляд На Аскетическую Проблему Нашей Жизни Ну вот Скажем В отношении Ну вот Пост Великий Сейчас Идет В отношении К нему Простое Такое Маленькое Бытовое Замечание Про пост Апостол Павел Говорит Кто Ест Не осуждай Того Кто не ест Кто не ест Не осуждай Того Кто ест Ибо Бог Принял Его То есть Можно в пост Есть Можно Не есть Посту От этого Не тепло Не холодно Человеку Так же Это никак Не влияет На отношения С Человека С Богом Можно Есть Столько Можно Столько Можно Чуть Чуть Больше Можно Чуть Меньше Можно Поститься 40 дней Можно Вкушать Раз В неделю Можно Там Скажем Вкушать Раз В день Можно Два Раза В день Можно Кушать Только Хлеб И воду Или Просфор И святую Воду Можно Кушать Только Сухие Продукты Можно Кушать Вареные Продукты Можно Масло Можно Без масла Можно Рыбу Например Как Это Разрешается Семинаристам Вариантов Огромное Количество Есть Больные Люди Которым Позволяется Есть Все Но Никаких Разных Подходов К Отношению Уныния Печали Или Серебролюбия Нет Нельзя Например Гневаться Столько А вот Один Может Гневаться Два Раза В Неделю А другой Пять А другой Может Гневаться Один Раз В Пост Нет Любой Элемент Гнева По мысли Церкви В богослужебных Книгах Явлен Разрушает Постный Подвиг Один Раз Разгневался На первой Неделе Все Пост Нарушил Начинай Сначала Разгневался На страстной Весь Пост На смарку Все Ты Все Разрушил Ты Показал Ел на страстной Как это описывают В своем Биографическом Воспоминании Одном Митрополит Антоний Сурожский Когда ему На страстной Довелось Пришлось Так Съесть Курицу Это Никак Не Нарушило Его Постного Труда Это Не Выбросило Его Из Постного Подвига А Если Бы Он Оказал Немилосердие Это Бы Обесценило Весь Постный Труд То Вот По таким Примером Мы Сможем Мы можем Говорить Понимать Что на самом Деле Вещи Которые Касаются Нашего Естества С ними Труднее Бороться А потому Оступление Или падение В этой Области Покрываются Достаточно Снисходительно Если они Не задевают Жизни Других Людей Если Ты Не можешь Побороть Своё Чрево Это Печально Гнусно Грустно Но Это Не Отлучает Тебя От Причастия А если Ты Гневаешься То Это Отлучает Тебя От Причастия Ты должен Пока Не Примиришься Не Исправишь Плоды Своего Гнева Ты Не Можешь Причащаться Вот Такое Непростое Отношение К этим Страстям Дальше Иоанн Касьян Развивает Эту Первоначальную Типологию В Шестнадцатом В Семнадцатом Абзацах Вот Мы Прочитаем Только Шестнадцатый Абзац Поясним Нечто Исказанного Более Пространным Рассуждением Страсти Чревоугодия И блуда Коренясь В теле Возбуждаются Иногда Без содействия Души По одному Раздражению Потребностей Из коих Исходит То есть Возбуждение Похоти И физиологических Процессов Которые Мы называем Похоти Или Хотью Как ее Некоторые Называют И Пустой Желудок Который Требует Еды Но Влекут И душу По Ее Связи С телом Для Обуздания Их Недостаточно Одного Напряжения Душевного Против Них Вооружения Но Надо При всем Укращать И самое Тело Постом Дением И стомлением Посредством Труда Нужно Бывает И временное Уединение Нередко Отшельничество Ибо Как Они Происходят От порочности Души И тела То и Побеждены Быть Могут Не Иначе Как Трудом Обоих Чеславие И гордость В такой Гордости Подстрекателя Совне Она Зародилась И Созрела Вся Внутри Него Вот Из этой Типологии Иоанн Касьян Делает Простой Вывод То есть Мы говорили Скажем так Теоретически А для Иоанна Касьяна Вся эта Теоретическая Вещь Она не суть Важна Для него Важна Практическая И дальше Он будет Говорить о том Как бороться С конкретными Страстями Так вот Для него Главен Именно Практический Вывод Что Если страсть Укорена В телесности Если речь идет О плотской страсти Как блуд И чревоугодие То неизбежно Необходимо И участие Тела В том Чтобы с этой Страстью Побороться А если это Душевная страсть То там Телесность Никакая Участвовать И не может И не должна Достаточно Просто Душой Бороться С некими Прилогами Страстей То есть Нам-то важно Что для борьбы С блудной Страстью И с чревоугодием Необходимо Специальные Упражнения Специальные Деятельности Специальные Действия Направленные На Утомление Истомление Исцеление Освещение Просвещение Своего Тела И телесности Одной Молитвой Нельзя Побороть Чревоугодие Нельзя Побороть Одной Молитвой Блудную Страсть Для этого Еще необходимы Определенные Телесные Упражнения Также Скажем Нельзя Надеяться На то Что Ежедневное Причащение Поможет Мне Побороть Блуд Как Думают Многие Вот Человек Особенно Там Люди Ну Не пожилые Так Скажем В Активной Фазе Своего Телесного Развития Мучающиеся Блудной Страстью Ну Хорошо Когда Они Женаты Они Это Могут Не Почувствовать Сильно А Вот В наше Время Одиноких Людей Очень Много И Среди Юнош И Девушек И Мужчины Женщины Естественно Они Чувствуют Вот Эти Самые Движения Восстание Телесное Они Чувствуют Физиологическое Истомление От этой Страсти Их тело Постоянно Придает И вот Для того Чтобы Эту Блудную Страсть Побороть Они Думают Что Молитва И причащение Как Можно Больше Молитва И больше Причащение Оно Поможет Страсть Победить Несмотря На Лет И ничего Не Происходит Они Бы Должны Хотя Бы Опытом Понять Что На самом деле Нужно Что-то Еще Но Не Получается Они Не Понимают Не Читают Иоанна Касьяна Других Святых Отцов Там Ясно Сказано Что Поскольку Речь Идет О Теле То С Этим Приходится Бороться Именно Телесным Инструментарием А не Только Молитвой И Причащением Конечно Бывает Что Человек Современный Человек По крайней Мере Думает Что Не Постясь Не Работая Не Ограничивая Себя В сне Не Бодрствуя Не Истомляя Тело Физическим Трудом Можно Истелить Рожжение Плоти Хотя На самом Деле Нужно Воздержание Нужно Бдение Нужно Тяжелый Физический Труд Который Истомил Б Тело И Кстати На этот Случай Есть Интересная История В Потерике Которая Стала Бродячим Сюжетом Она Очень Давно Родилась В первой Половине Первого Тысячелетия Рождества Христова Возможно Даже Что и туда Она попала Из какого-то Из какой-то Более Древней Эпохи Может Даже Из Талмудической Литературы Но так Или иначе Вот я ее Прочитал В Древних Потериках Потом Прочитал Средневековая Русская Литература Очень распространенный Сюжет Простая вещь Вдова Вот похоронила Мужа Некий Человек Богатый Состоятельный Воспылал К ней Страсть Это вот Как это В русской Варианте Излагается Воспылал К ней Страсть И начинает Говорить Вот я не могу Без тебя жить Вообще Никак Не могу Вот не могу Вот Просто Жизнь Смерть Ты вдова Тебе Замуж Можно выходить Все там Положенные Сроки Кончились Траура Твоего Давай на мне Женись Она Понимает Как женщина Целомудренная Она понимает Что это никакая Не любовь Это просто Распаление Блудной Страсти Вот Ну скажи ему Об этом Он же уверен Что любит Ее просто Вот Она говорит Ладно Хорошо Вот договоримся Ты там Три дня Постишься Ничего Не ешь А потом Приходи Мы с тобой Поговорим Вот Три дня Человек Ничего Не ел Вот Когда он Пришел К ней Добрел До нее Добрался До нее Она говорит Что хочешь Теперь Он говорит Есть Она говорит Любишь Меня Он говорит Знаешь Мне все равно Я есть хочу Вот Дай мне есть Она говорит Видишь Все просто Если бы ты Воздерживаться Будешь Никакой Распаления Блудности У тебя Не будет Ты прекрасно Проживешь И без меня Вот Этот урок Был очень Опытный Наглядный Но это Факт Вся Это Я думаю Что если бы Современные Молодые люди Постились Хотя бы Сколько то Времени Там День Два В неделю И просто Ограничивали бы Себя В том Что Приводит К излишним Появлению Калориев Половины Несчастных Браков Удалось бы Избежать Потому что В основе Их лежит Никакая Не любовь А просто Рожение Блудной Страсти И вот Важно Это Помнить Важно Понимать Что На самом Деле Если мы Имеем Дело С Плотской Страстью Такой Как Чревоугодие Или Блудная Страсть То с ней Надо бороться Именно Телесным Образом Теми Упражнениями Которых Я Здесь уже Казал По-другому Избавиться От этих Страстей Нельзя И в случае С блудной Страстью Благодать Помогает Только В том Случай Когда Все Телесные Ограничения Человек На себя Наложил Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...